Вечер добраться до дома становится проблематично. Об этом, как никто, знают пассажиры 47-65 маршрутов, единицы, десятки и не только. Ежедневно в Барнауле на линию выходит порядка 600 единиц транспорта. Так почему же приходится мерзнуть на остановках? В мэрии поясняют, главной причиной является недовыпуск машин на линию. А связано это с нехваткой квалифицированных кадров. То есть машина есть, возить некому. Отток водителей подтверждают и в ГИБДД. Сегодня количество выданных прав на категорию ФД в разы меньше, чем еще два года назад. Недовыпуск составляет порядка 20% совокупности из общего выпуска транспортных средств на линию. Законодательством определено в целом, что на линию должен быть выход не менее 85% по ряду маршрутов. Что мы можем делать? Выписывать претензии в соответствии с контрактами, выписывать штрафы, ну и расторжение договоров. Так, по двум маршрутам, 29-му и 59-му, недавно были отправлены материалы в суд. Как раз за низкое исполнение. Возможно, уже в ближайшее время разгрузить проблемные маршруты получится с помощью муниципальных автобусов. Предполагается, что они будут работать на базе Горэлектротранса. Мы планируем в этом году закупить 18 автобусов. Организовываем на базе ГЭТ это направление. Пока для себя принимаем решение подхватить те маршруты, которые проблемные, так, если коротко, да, неустойчивые. Звучал тут вопрос, 10 маршрут. Пока он рассматривается. 16 автобусов на линию, 2 резервных. Также на брифинге прокомментировали ситуацию с серыми платежами за проезд. Жители Барнаула неоднократно жаловались на водителей маршруток, которые отказывают пассажирам в оплате через терминал. Вместо этого хитрые водители просят перевезти им деньги на карту. По тем конкурсам, где у нас были предусмотрены условия оплаты безналичной системы платежа, там перевозчик обязан соблюдать. Кто это контролирует? Как комитет, как заказчик, так и налоговый орган. Перевозчики не заинтересованы в том, чтобы у них эти деньги шли помимо кассы водителя. Разными способами стараются эту ситуацию искоренить. Штрафы, увольнения. Факты есть. Собираем, штрафуем. Эту работу будем продолжать. Обсудили на встрече и повышение тарифа. Напомним, с 1 января проезд в Барнауле будет стоить 30 рублей. При всем том, что условия, которые нам предоставляют сегодня пассажиры-перевозчики, они не соответствуют нашему желанию. Принимаем. По словам главы города, повышение тарифа придаст некую устойчивость. Мы обращаемся к пассажироперевозчику и хотим, чтобы мы были услышаны. И требуем этого, чтобы пассажиропоток был организован и выходы увеличились. Контракты надо исполнять. И это они должны слышать. Иначе мы будем бороться. Что касается ремонта моста на новом рынке, на брифинге отметили, что избежать транспортного коллапса помогли различные меры. Например, выделенные полосы. Мы видим, что выделенная полоса, она дала тот эффект, от которого мы ее ждали. То есть, ну, если вы вечером в час пик поедете на личном автомобиле, либо на автобусе, однозначно на автобусе вы доберетесь намного быстрее. Пока же говорить о том, что барнаульцы массово пересаживаются на автобусы, не приходится. Но не исключено, что появление в городе выделенных полос, которые останутся и после ремонта моста, сделают поездку на общественном транспорте более привлекательной, если человек будет готов пожертвовать определенным комфортом ради экономии времени. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.